Летние Катуи всегда проходят с размахом, весело при большом количестве народа. Отдых после напряженной поры очень нужен на селе. В каждом районе свои традиции. О том, как прошел праздник в Шамурше, наш репортаж. Так сложилось веками, чтобы в каждом районе есть свое излюбленное место для гуляний. Большое широкое поле, где бы уместились одновременно люди со всей округи. Спортивные площадки, детские городки и даже целая деревенская улица с гостевыми двориками. С раннего утра на ипподроме круговорот людей. На праздник шли семьями, фольклорными коллективами, селами и деревнями. Многоголосое пение, звук музыкальных инструментов, яркие народные костюмы, непременные атрибуты любого Акатуэ. Обязательное торжественное открытие. Поднятие флага праздника. На сцене все вместе. Глава администрации, министр, известные люди района. Труд крестьянина всегда был нелегким, но одновременно самым почетным и благородным. Ведь от него напрямую зависит само чувство общества, каждой семьи и каждого конкретного человека. В экономике района агропромышленный комплекс занимает особое место. Благодаря эффективной государственной поддержке и трудолюбию наших тружеников, аграрный сектор динамично развивается, с каждым годом получая показатели. За текущую посевную компанию посеяно 10 320 гектаров зерновых и зернововых культур. Отрадно, что селковские товаропроизводители начали делать акцент на выращивание высокодоходных культур. Не менее важным направлением работы и остается развитие животноводства. Самое благоустроенное поселение – самая ухоженная улица. Победители этих конкурсов с удовольствием выходили на сцену. На праздники честовали тружеников, чей вклад оказался самым весомым. Почетным гражданином Шамуршинского района стал Михаил Захаров. Отметили труд и других сельчан. Посевную в этом году завершил замечательно, в свое время. Освоил новые территории. В итоге у меня было около 700 залежных земель. Все это мы освоили. Зерновые я до 500 довел. Ну а остальные постепенно оккультуриваем. Вот. Многолетние травы и многие другие. На поле организовали специальный детский городок. И пока взрослые занимались своими делами, ребята от души лазили по аттракционам. Не пустовали и спортивные площадки. Гиревой спорт, вольная борьба и в особенности конные скачки в почете у шамуршинцев. Я считаю, что это самый безопасный спорт, которым можно заниматься. Здесь не такие серьезные травмы есть, как в футболе или на борьбе и баскетболе. То есть ты серьезно так намерен заниматься, да? Да. Президентом страны четко задачи поставлены. 55%. Мы не говорим 55%. Мы говорим 60-70% населения, чтобы заниматься искусством спорта. С особенным удовольствием гуляли шамуршинцы по улице, ставшей исторической реконструкцией прошлого. Домики в ряд, традиционные завалинки и обязательно гармонист, под чей наигрыш так хорошо поется. Калоритно выглядела пасечница, с удовольствием угощавшая медом проходящих мимо. Во всем своем многообразии были представлены народные ремесла. В калейдоскопе праздника «Отдых по душе» нашли все, кто любит свою малую родину, кто гордится ею, кто вкладывает силы в ее развитие.